Драгоценное приветствие на канале Изумит! С вами Анастасия Меркушова. В предыдущем видео мы делали кейны из холодного фарфора и их срезами украшали бусины. Такие срезы можно использовать и для 3D мозаики в создании различных украшений. Пока трости сырые, можно менять им форму. Так полосатый кейн с волнистым рисунком можно преобразить в перышко. И придавая трости форму капельки, делать как бы лепестки. Вот как получились крылышки у совы. Таким образом можно создавать фигурки птиц, животных. Из кусочка холодного фарфора формируем тельца и приклеиваем срезы кейнов. Также можно сделать вот такие заготовки. Из которых можно сделать броши. Или сделать кулон, закрепив основу. Благодаря таким контрастным срезам украшения получаются пестрые и объемные. Для таких украшений можно заготовить совершенно разнообразные кейны и сделать из них срезы и высушить. Лучше всего для этого подходят трости, которые уже некоторое время полежали и немного высохли. У них уже более плотная структура и срезы из них отлично получаются. И форма также сохраняется при нарезке. Четко сохраняется рисунок, не смазывается. Главное не пересушивать верхний слой, поэтому кейны храните в пленке. Не дожидаясь полного высыхания кейнов из холодного фарфора, делаем срезы для 3D-мозаики. Из цирых тростей, более мягких, можно сделать срезы защипами, так изменим форму. И затем высушить. Из подсушенных кейнов можно сделать только плоские срезы. Пока трости сырые, можно менять им форму. И так получать разнообразные срезы. Кроме этого, можно делать совершенно простые трости из однотонного фарфора. Сделав разные формы, получаем такие элементы для 3D-мозаики. Срезы кейнов мы высушиваем и раскладываем подобные органайзеры для удобства. Еще можно сделать элементы для 3D-мозаики из пласта, просто разрезывая его на треугольники, прямоугольники, квадратики, полосочки. Также можно воспользоваться различными катерами. Пласт можно делать текстурным. Использую также плунжеры, маленькие катеры. И, конечно, когда холодный фарфор еще сырой, можно делать защипы. Пласты можно делать в различных техниках. Акварель. Макумагана. Делать двухцветные пласты. И вырезать из них более крупные элементы для 3D-мозаики, или подосновы для кулонов, броши. Можно делать такие вырезки двумя катерами. Создавать текстурные элементы. Таким образом, для таких украшений мы заготавливаем срезы. И делаем основы для кулонов, броши. Можно использовать сухие, либо вырезать из сырого пласта. И затем немного заветрить, чтобы зафиксировать форму. Также основу для кулонов можно сделать вогнутой, используя лампочку или какую-то посуду. Помимо украшений, можно делать 3D-открытки. С помощью срезов мы можем создавать рисунок на открытке. Делать интересные панно с узором. Декоративно оформлять баночки, шкатулки. Выкладывая красивые орнаменты. Также можно сделать и вазочки. С помощью сырого холодного фарфора можно сделать ту форму, которая нам нужна. И затем обклеить срезами. На бумагу срезы можно приклеить с помощью клея-карандаша. Или просто ПВА. Особенно ПВА подойдет для более сложных соединений. Когда соединяем друг с другом нахлёст. Такой клей лучше всего склеивая срезы и удобен в работе. Вот такие клеи мы используем. С помощью клея-карандаша мы приклеиваем элементы мазаки к бумаге или картону. Предварительно можно обозначить рисунок. Из элементов с защипом создаем более объемные орнаменты. Можно выкладывать элементы кирпичиком друг на друга. Таким же образом оформлять шкатулки. А теперь мастер-класс. Сделаем кулон. Крепим основу для кулона на заготовке. С помощью клея ПВА и небольшого кусочка сырого фарфора. Затем наносим клей по краю. И выкладываем, срезаем нахлёст по окружности. Последний подкладываем под первый. Далее поправляем элементы и хорошо прижимаем к основе. Продолжаем. Смазываем клеем ПВА край первого ряда и серединку. И затем также нахлёст выкладываем следующий ряд лепестков. Последний подкладываем под первый. И затем второй ряд лепестков прижимаем к первому ряду. Корректируем расположение лепестков. Можно на некоторое время завернуть в плёнку, чтобы срезы отсырели и хорошо улеглись между собой. Затем с помощью клея небольшого кусочка холодного фарфора поднимем серединку. И затем по центру приклеим срез. И затем корректируем расположение всех элементов. Продолжение следует... И по центру приклеим ещё один срез поменьше. Вот такой кулон получился. Оставляем его до полного высыхания и покрываем лаком. Подобным образом можно делать и более крупные и объёмные композиции из срезов. Можно выкладывать друг на друга, нахлёст, в разнобой. Самыми разнообразными способами. Всем большое спасибо за внимание. В следующем видео будем делать срезы из цветочного кейна. Не пропустите. Всем пока. Подписывайтесь.